Увидеть себя на страницах газеты, признаться в любви к родному селу, знать о жизни людей, дружеников сел, значимых событиях, интересных фактах, озвучить проблему и получить реальную помощь. Все это стало возможным благодаря газете «Заполярный Вестник Плюс», учредителем которой является администрация Заполярного района. В июле этого года самой читаемой на селе газете исполнилось три года. О героях газетных страниц, преданных читателях и тех, кто трудится над созданием газеты, расскажет Любовь Пермякова. А что за мероприятие? Это была игра, наподобие игры 100 к 1, только здесь было 30 вопросов, то есть 30 к 1. Игорь Семенов с гордостью показывает себя на первой странице газеты «Заполярный Вестник Плюс». По словам жителя поселка Бугрино, газету он читает с первого номера. Как только увидел, я так и стал брать периодически и читать новости. И все очень интересно бывает, репортажи хорошие. Это самый отдаленный населенный пункт у нас, поэтому любая информация, она всегда востребована у населения. А какие рубрики самые любимые? А что люди почитать? Ну, какие новинки на селе, какие стройки, как село развивается. Как развиваются и чем живут села, интересуются не только в Бугрино. Раз в две недели восьмиполосный выпуск с нетерпением ждут в Пешах, Ангурее, Оме, Тельвиске и других населенных пунктах. Всего Почты России в сельские поселения доставляет 3000 экземпляров. Именно такое количество печатает для жителей Заполярного района в издательском доме «Гиперборей» в Северодвинске. Но желающих почитать самую популярную газету на селе гораздо больше. К большому нашему сожалению, что приходит экземпляров в поселок очень мало. Газета замечательная. Когда она появилась вот несколько лет назад, вообще было считать очень интересной ее и до сих пор интересно, потому что в первую очередь берешь в руки ее. Там отвечаются все вопросы вот именно про сельские новости, про сельские жители. Замечательная газета. У нас ее распространяют, во-первых, по учреждениям. Это школа-сад, это дом культуры, библиотека, фаб и магазины. Екатерина Хозяйнова из поселка Хангурей в телефонном разговоре отметила, что газета для жителей стала не только информационным носителем, но и своеобразным досугом. Ведь ежегодно сотрудники Заполярного Вестника Плюс организуют для своих читателей интересные конкурсы. У нас в рамках десятилетия района проводился конкурс «Я читаю ЗВПлюс». Суть заключалась в том, что жители села должны были отправить фотографии с изображением газеты. Мы выбирали лучшие снимки. По словам главного редактора газеты Ирины Селиверстовой, несмотря на сжатые сроки проведения, работы принимались только один месяц. В редакцию газеты поступило более 20 оригинальных работ. Все 20 работ украсили страницы газеты, а лучшие фотографии были отмечены ценными призами. Кстати, по многочисленным просьбам жителей Заполярного района этот конкурс стал традиционным. Традиционной скоро станет и новая рубрика «Задай свой вопрос». Ее сотрудники газеты планируют открыть в ближайшее время. В будущем мы планируем запустить следующий проект «Задай свой вопрос». То есть смысл заключается в чем? Люди зачастую, населенные, не знают, как получить ответы на те или иные вопросы. Как вариант могу сказать? Как получить 25 тысяч из материнского капитала? Как зарегистрировать свою недвижимость? Как оформить земельный участок? Самые разные вопросы. Несмотря на то, что коллектив работает всего лишь три года на рынке средств массовой информации, начинка общественно-политической газеты Заполярного района весьма солидная. Она состоит из 10 рубрик. Это политика, культура, новости села, человек Заполярного района и письмо в редакцию. Ознакомиться с рубриками могут не только жители Заполярного района, но и любой желающий. Стоит только заглянуть на официальный сайт газеты в интернете. www.zvplus.ru Любовь Пермякова, Антон Ведряков, Телеканал «Север».